Звезда комедии сериалов впервые стала ведущей реалити-шоу. 36-летняя Наталья Рудова призналась Казмопалатом, какими для нее оказались съемки на Бали. Девушка-праздник, такой представляется многим мужчинам красавица-блондинка. Рудова играла во многих фильмах, снятых на различных курортах. Артистка часто становится героиней откровенных пляжных фотосессий. Однако вершителем судеб Наталья оказалась впервые. Завтра на Муз-ТВ стартует реалити-шоу «Место под солнцем». Его участниками стали 10 молодых, талантливых, свободных парней и девушек, которые хотят покорить шоу-бизнес. Но все можно измениться в один миг, на райском острове Бали. Там участникам предстоит сделать главный выбор, любовь или карьера. В роли телеведущей реалити-блокбастера дебютировала звезда комедии «Женщины против мужчин и счастья». Здоровье. Секс-бомба стала хозяйкой живописной виллы на Бали. Актриса будет помогать участникам сделать правильный выбор. Наталья высказалась о шоу «Форт Боярд», в котором сражались Виктория Бонни, Анна Седокова, Ольга Бузова и другие звезды. «Я терпеть не могу эстафеты», — пояснила Рудова журналисту Казма Палатон. «А Форт Бояр и есть эстафета, быстрей-быстрей сделать это, передать тому, добежать туда. Я не люблю издеваться над собой, а там действительно над людьми издевались, особенно в последнем сезоне. А вот, например, последний герой мне нравится. Когда-то я очень хотела в нем поучаствовать, но сейчас уже нет». Красавица говорит, что ее впечатлила масштабность шоу «Место под солнцем». По мнению Натальи, каждый зритель найдет в нем то, что ему по душе, приключения и реалити, любовь и музыку, нелегкие испытания и хэппи-энд. «Здесь все было ново для меня», — призналась артистка. «Я очень переживала. Самым сложным для меня было научиться работать через ухо. Я в своей профессии учу текст, а в реалити нужно быть готовым к неожиданностям и внимательно слушать редакторов. Здесь текст здесь играет не самую важную роль». Рудова отметила, что сама бы не согласилась принять участие в этом шоу как его участник. «Во-первых, я не люблю петь, хотя у меня есть голос», — сообщила Наталья. «А во-вторых, я не люблю, когда мою жизнь разглядывают под микроскопом. Я камерный персонаж, не люблю делиться личным. А в реалити вся твоя жизнь выворачивается наизнанку». Кинозвезда рассказала, что ей было чрезвычайно сложно работать в жару на палящем солнце. Рудовой приходилось мыться на площадке по три раза в день. Одной из самых сексуальных девушек российского шоу-бизнеса приписывали романы со многими знаменитыми сердцеедами. Однако она до сих пор ни разу не побывала замужем. Наталья говорит, что ее избранником может стать мужчина умный, сильный, обаятельный, красивый и талантливый. Вот только заводить роман с актером она категорически не хочет. Есть очень правильное высказывание. «Актриса — женщина больше, чем женщина. Актер — мужчина меньше, чем мужчина. Я с ним согласна. Да простят меня все друзья-актеры. Мне не близок их внутренний мир», — рассказала Рудова. Только один дуэт участников реалити-шоу получит свое место под солнцем — контракт с Муз-ТВ и квартиру в Москве. Победители проекта выберут зрители путем голосования. Недавно Рудова отдохнула на Бали со своей подругой Настасьей Самбурской. Брюнетка высмеяла слухи об их любовной связи. Блондинка стала героиней потрясающего эротического фото. Обнаженная актриса опустилась на дно бассейна.